село как же тут хорошо здесь даже воздух совсем другой вот наверное почему жители сельской местности не хотят менять его на городскую жизнь хотя чем можно заняться на селе ведь выбор рабочих мест здесь не так уж и богат согласно статистике большая часть жителей такой местности заняты именно сельским хозяйством животноводством и растеневодством молоко мясо хлеб яйца шерсть это лишь малый перечень того что может дать человеку разведение скота или выращивание зерновых культур с вами программа сельский кластер это передача от тех и для тех кто работает на земле не только ради прибыли но и ради удовольствия чем стоит заняться сельскому жителю как задействовать себя на селе когда-то эти вопросы не на шутку волновали заура клычева это сейчас он глава крупного крестьянско-фермерского хозяйства но 40 лет назад мужчина не знал чем заняться в периферийной глубинке на жизнь сама подсказала путь разводить животных и заниматься сельским хозяйством сегодня главные обитатели его фермы это рогатые буренки глядя на них может показаться что коровы будто находятся в зимней спячке но это далеко не так просто нрав у них такой спокойный и покладистый это своеобразная особенность породы с калмыцких степей заур клычев можно сказать настоящий фанат калмыков удивительная неприхотливость животных которым не страшен даже 30 градусный мороз поразил фермера а то что эти буренки отличаются хорошей производительностью окончательно помогло определиться зауру с выбором породы для разведения и слышал и видел они у нас хорошо адаптируются крепкий скот разведением бычков фермер занимается уже больше семи лет но вот крупное стадо здесь появилось только в 2017 году тогда животновод стал участником госпрограммы по поддержке начинающих фермеров и выиграл грант в размере 3 миллионов рублей на эти средства закупил 60 коров у меня лично подсобное хозяйство когда было и дойные были и местные были и потом по господдержке местные породы калмыцкой закупил здесь на месте которые в общем уже испытаны скот был не брацелёза ничего все проверенный скот и вот этот скот взял чтобы куда-то едет завозить какой-то непонятный скот безлазон планы составили вот чтобы закупить вот это все с техниками техника я там на технику не крутил скот и заяву куда в апреле и в немеце получил грант заур клычев хоть и получил грант как начинающий фермер новичком его в этом деле не назовешь на своей ферме он труется больше 30 лет а в сельском хозяйстве куда больше фермер родился в селе и с детства привык работать на земле а вот думом для его коров стало место некогда принадлежавшее местному колхозу заур сумел разглядеть в нем потенциал для развития будущего бизнеса и дело закрутилось здесь до этого ассетоварная ферма была совхоза после этого я выкупил в таком виде было конечно но я тоже чуть подремонтировал внутри сверху а сейчас я хочу и крышу меня потихонечку как получится а вот на вопрос почему ставку сделал именно на коров мясной породы заур клычев отвечает просто разводить их гораздо легче нежели молочных да не нужно думать куда сбывать молоко на молоко в принципе не сделал здесь я летом ворно выписал в гору здесь паспище нет а с ворных местностей молоко ввозить мне в принципе не выгодно куда-то отвозить привозить а мясная порода выгнал и в мае месяц и до самого глубокой осени но мясные коровы не единственные жители фермы у заура клычева есть бараны козы и несколько лошадей которых животновод разводит для души за такую заботу и любовь калмыцкие коровы уже отблагодарили фермера дали первое потомство оттого сейчас работа в хозяйстве практически круглосуточная рогатые малыши нуждаются в особом уходе кстати эти буренки калмыцких кровей славятся не только своим покладистым характером и крупными размерами главное их прелесть это мраморное мясо с прожилками которая считается едва ли не самым лучшим и дорогим в мире основа хорошей говядины это пастбищное содержание если она невозможна круглый год то его компенсирует кормами карма на зиму заготовили впрок правда в питании эти коровы нетребовательны их рацион прост и не требует долгой подготовки чистая вода натуральный корм и прогулки на свежем воздухе вот все что нужно для правильного роста калмыков благодаря такому питанию каждая корова здесь набирает примерно 900 граммов веса в сутки знакомьтесь а это можно сказать самый главный обитатель фермы бык производитель английских кровей весит он почти полтонны этого гирефорда скрещивают с калмыцкими буренками обе породы отличаются высокой продуктивностью и от таких экспериментов фермер ожидает элитных гибридов с большими привесами и соответственно с улучшением местных качеств я их скрещиваю потихонечку с гирефорда это выходит потом казахская белоголовая и абердинангусской породы хочу в этом году общему случаю делать ну и вуз мяса было и чтобы вес тоже был чтобы росли это же по любому продажи хорошая конечно такой путь создания породистого стада займет не меньше двух лет но фермер уверен что взявшись за обновление потомство в перспективе она принесет прибыль пока же ее получают немного ведь продавать мясо большими партиями пока не позволяет объему производства но все же проблем с реализацией у фермера нет лично у меня нормально когда реализую нормально а раньше было и 25 рублей было и 50 рублей было ну цены все поднимается и мясо сейчас нормально стабильно но чтобы у коров была высокая продуктивность и привес 900 граммов в день надо заготавливать сбалансированные корма и сена в рационе животных играет первостепенную роль на одну корову на зиму заготавливать до 5 тонн сена и в этом деле у фермера есть помощники вот брат мой позвал да и аллах ему здоровья работу дал мы вместе работаем душа в душу вместе кушаем вместе работаем ну надеемся на лучшее мы будем еще новые планы у нас крышу поменять базы подремонтировать это молочную это молочных коров будем выбирать дальнейшем вот такие у нас планы управляться с хлопотным хозяйством зауру клычева помогает его сын парень молодой но и у него уже большой опыт в этом деле сам захотел в селе живет а в селе чем еще заняться где-то стоят а в селе больше нечего делать втянулся нормально практически он сам заготавливает сына ну лично на нашей жизни что арендуем что поевое что есть вывозит вот так складывает все и зимой так как вы видели здесь вместе работаем и постоянных работников у заура клычева трое вот например андрей сиряков трудится на ферме всего год работа говорит нравится даже несмотря на то что она практически круглосуточная утром встаем зимой 6 часов начинаем сначала просмотр идем смотрим коровы даже пораньше встаем коровы какие-то делятся дельные может теленок осмотр сделали потом после этого если нормально все после этого других молодых маленьких телят подпускаем коровы коровы кормят телят покормили коровы потом коровы выгоняем этих круг как кормящих начинаем сено раздавать маленькие маленьким этот ну какие сильно бывает отелиться там маленькие вручную даже подкармливаем еще и соски сосок мочок молоком подкармливать андрей признается с такой работой ему повезло вопрос отсутствия занятости на селе обошел его стороной вот без работы я и был вот я пришел работать фермерам это здесь вот так и выживают фермеры все скотина коровы вот это все барашки вот так и живут вот я пришел работать а так без работы тоже работы нету куда деваться работать то надо заур клычев настолько проникся идея фермерства в глубинке что задумался о строительстве своего убойного цеха реконструкции фермы но это говорит дело наживное была бы земля и руки остальное наработается уже зависимости как все хорошо обустроить все сделать думаем тоже бойню сделать свою и как-то по обстоятельствам будем смотреть еще технику меня чуть уже постарела хочу обновить пресс там трактор более такой сейчас хочу и вот на вес от сарая метров на 5 хочу расширить ну а тогда можно будет замахнуться на еще большее поголовье но и за этим уверен фермер дело не станет по кашаре примерно на 150 голов достаточно чтобы молодняк содержать и гру содержать примерно коров не примерно 150 коров и приплод вполне достаточно заур клычев уверен животноводство отрасль доходная просто нужно душу и болеть за свое нелегкое фермерское дело а еще рисковать экспериментировать и не бояться трудностей выгодно как сказать слова руки никто ничего не дает как и на них смотришь и так на тебя смотрится вот это живность в любом случае можно жить как говорится нормально это не каждый вот приехать и этими делами начнется а мне лично нравилось и возможности были учиться уехать куда-нибудь а мне надо было вот с с ними остаться в журнодоводстве и вот так остался живой все день в селе и сын наверно выбрал на это дело но трудности бывают а это сегодня получилось завтра уже об этом надо забыть а что думать если о трудности думать если о плохом думать ничего не получится ну я думаю еще сколько вот смогу года два и все что у меня есть действительно я на него перепишу и он продолжит вот эту систему он и так уже начал делать все на законном основании я ему передам а потом как он захотит вдруг не справится справится я думаю заднего хода вообще обеспечение продовольственной безопасности нашей страны невозможно без успешного развития российского животноводства об этом говорят и на самом высоком уровне и это понимает каждый животновод на сегодняшний день россия почти на 90 процентов обеспечивает внутренние потребности в мясе и мясопродуктах и здесь нельзя забывать о роли карачаева черкесии в этих успешных показателях наша республика занимает достойное место в производстве мясо сегодня регион на сто процентов обеспечивать жители этим продуктом и в первую очередь это заслуга местных животноводов которые каждый день трудятся на благо развития своей республики таким можно отнести и семью хатковых фермерство у которых можно сказать в крови вот с детства я смотрел вот отец занимался дядьки занимались они животноводствами у нас в ауле был откормочная база с детства я смотрел на них и подумали с братьями заниматься скотоводством кстати отец руслана мухаммед до сих пор трудится на ферме мужчина говорит что любовь к сельскому труду в их семье передается буквально на генном уровне вот дед руслана был заслуженным механизатором страны с него и начался такой семейный подряд который сегодня только разрастается они с детства любят скот землю оба сыновья механизаторы один этот они окончили все институты с высшим образованием и тем не менее они любят сельскую жизнь но ферма не всегда была такой какой ее видят дети руслана сейчас начинали с малого с 15 коров в это с трудом верится видя как в хозяйстве зимует больше ста рогатых буренок в разы увеличить поголовья хатковым помог грант регионального минсельхоза гранта что получили мои сыновья очень рад благодарю минсельхоз за оказанную нам помощь такую поголовью купить своими силами невозможно было нам оказали нам помощь на полученные средства семья закупила 60 коров абердина ангузской породы это тоже коровы с мраморным мясом а потому на этих красавцев здесь возлагают большие надежды хотим реконструировать свое помещение на вес родильные отделения телятники нужно еще строить своими силами это очень трудно строить если окажут помощь и если не окажут тоже построим конечно ну как построить видимо долго придется да да технику приобрести землю семена мы найдем за 7 но каким бы ни был исход останавливаться фермеры не намерены будут и дальше развивать свое подворье пусть не так быстро как с грантом но будут сегодня территорию своего хозяйства семья хатковых делят вместе с анатолием капсергеновым мужчина тоже занимается разведением крупно рогатого скота с начала двухтысячных да к тому же он взять мухаммеда в этой фермерской семье случайных людей точно нет у каждого своя роль причем анатолий также получил помощь на развитие своего хозяйства и последовав примеру родных закупил коров мясо молочной породы планах есть расширение вообще базы базовой части вот это комплекса начала зачинания есть но надо развиваться надо расширяться 100 голов в настоящее время что это не так много для одного нормального фермерского хозяйства в этом году если пойдет молодняк очень даже хорошо это считай прибавка будет большая но молодняк часть реализовывается частное воспроизведение на ремонт маточного поголовья поэтому вот вопросы такие стоят хотелось бы увеличить да один грант хорошо хотелось бы дальше больше для расширения вообще воспроизводства и развития именно животноводственного направления и овцеводства есть у нас опции которые тоже хотелось бы развить увеличить при большом поголовье говорит можно будет замахнуться и на собственную переработку пока это конечно же мечта но похоже что ради ее осуществления фермер готов и дальше работать засучив рукава количество гранта обладателей в нашей республике только растет а это значит что задача обеспечить жителей россии экологической чистой продукции министерства сельского хозяйства идет в правильном направлении но для самих фермеров 30 10 или 5 лет животноводстве это просто цифры которые многие даже не считают и пока есть смысл в их труде они и дальше будут заниматься привычным делом каждый день делая свои мечты былью